Маткульт, привет, друзья! Опять ЛФИ, вы не поверите, опять Ландау, физика и исследования. Вот уж реклама-так реклама вышла, да, на три ролика получилось. Итак, опять задача номер один. Задача номер один. И для тех, кто почему-то в этом холиваре, в этой серии выпуска в интернете кто-то неправ, точнее в Олимпиаде кто-то неправ в исполнении Саватеева, да, если кто-то не смотрел предыдущие две серии, то задача стояла в следующем. Есть многочлен с целыми коэффициентами. И известно, что для некоторых двух целых чисел произведение их значений равно минус разность между ними в квадрате. Доказать ни много ни мало, что П от А плюс П от В равно нулю. Вот такая вот короткая, лаконичная, неожиданная задача, в которой я сходу решить ее не смог, дома решил сложным образом, записал решение. И во втором ролике записал заодно то простое, но неверное решение, которое, как я понимаю, как я понимал, было у организаторов этой Олимпиады. То есть, что они просто не видели в нем ошибки. Более того, это неверное решение дважды или трижды мне в комментариях к первому ролику и поместили. Значит, первое, я приношу свои извинения, ибо организаторы Олимпиады имели в виду другое решение. Совершенно не то неверное, которое было. А неверное решение, ну, наверное, тоже надо напомнить, что неверное решение заключалось в том, чтобы, грубо говоря, ну, если мы введем новый многочлен Ку от Х, который равен П от Х плюс А, то тогда у нас задача превращается в такую, что нам дано, что Ку от нуля Ку от С равно минус С квадрат. Это дано. А доказать, что Ку от нуля плюс Ку от С равно нулю. Ну, вот, это просто я переформулировал, и все. Это перенос, значит, начала, как бы, отсчета в точку А. Да, ну, и решение, значит, неверное, которое предлагалось в комментариях, состояло в том, что, значит, ну, из этого равенства следует, что либо Ку от нуля равно С от Ку от С равно минус С, либо наоборот. То есть такое, как неправильное использование основной теремаритметики. Ну, там довольно быстро можно было вывести, что Ку от нуля не равно единице, и Ку от С тоже не равно единице. А поэтому как бы оставалось только два случая. Но это было верно только для простых С, и я имел наглость предположить, что эту ошибку совершили организаторы Олимпиады, потому что они как бы не математики, а физики. Ну, вот я, так сказать, прошелся по физикам. Но должен сказать, что я был совершенно неправ. Решение, которое имелось в виду, оно правильное, но оно весьма сложное. Придумать его довольно тяжело. Я просто не понимаю, как можно до него догадаться. И я его сейчас приведу. А заодно приведу несколько похожих на него решений. И одно совершенно гениальное, присланное мне в комментариях. Все-таки простое решение здесь есть. Все-таки. Вот. И его нашли в комментариях ко второму видео моему по этому поводу. Огромное спасибо тому, кто его прислал. Вообще все решения, которые сейчас будут обсуждаться, они из этого второго видео, из комментариев взяты. И всем участникам этого обсуждения огромное спасибо. Ну и, соответственно, сейчас эти решения будут изложены. Так, решение. Ну, давайте с решения организаторов начнем. Но они даже не переобозначали q от x. Они написали, значит, ну, p от a равно p от b плюс k на a минус b. Это очевидно в силу того, что разница между p от a и p от b сокращается в свободный член. И все остальное делится на a минус b просто. Фактически там, что-то типа теорем безу. Вот. И теперь они, значит, подставляют это. Подставляют. Ну, пусть там p от a, допустим, у нас равно. Тут уже я обозначу за b. a минус b обозначу за t. И получается уравнение b на b плюс kt равно минус t квадрат. Вот. И что делают организаторы? Они записывают его в виде бета квадрат плюс бета kt плюс t квадрат равно нулю. И на самом деле вот более-менее все решения, они так или иначе сводятся к вот этому уравнению. Напоминаю, что здесь все целое. Здесь все должны быть целые числа. Здесь бета целое, k целое и t целое. Ну и дальше он там, дальше вычисляется дискриминант у этого уравнения. Говорится о том, что он должен быть полным квадратом, а он равен бета квадрат k квадрат минус 4 бета квадрат. Ой, только относительно, наверное, мы относительно бета. А тут, кстати, все симметрично, неважно относительно чего. Ищем t, решаем относительно t при фиксированном бета. Или наоборот, здесь все симметрично. Вот. И получается, значит, что это бета квадрат на k квадрат минус 4. И для того, чтобы получились целые числа, должно быть, чтобы из этого извлекался квадрат. Полный квадрат. Ну, скажем так, это там, наверное, тоже надо доказывать, но, безусловно, это верно. И полный квадрат здесь получается только в случае, если k равно плюс-минус 2. После чего все довольно быстро добивается до того, что надо. Вот. Ну, и это, собственно, да. И есть решение организаторов. Если k это плюс-минус 2, то, соответственно, там просто уже из этого выделяется полный квадрат. Бета плюс t. Например, при k равно 2, да, то бета плюс t возводится квадрат, получается 0, то есть бета равно t. Вот. Ой, бета равно минус t. Да. Ну, и потом подставляем в p от a и в p от b, получаем то, что надо. Ну, в общем, идея, короче, идея именно такая. Я не буду добивать до конца, потому что я хочу еще два решения показать. Вот. Это идея организаторов. Ну, вообще, сам по себе, да, очень красивый факт состоит в том, что вот так вот, если мы напишем вот такое вот уравнение, да, с двумя переменами b, t и t, то только в одном случае могут получаться целые решения у него. Это если здесь k равно 2. Вот. Ну, и выраженный случай, когда k равно 0 тоже годится. Ну, это однородное уравнение. То есть тут все относительно бета делить на t решается. Ну, и вот, как бы, у нас получается, что, ну, при k равно 0, это выраженный случай, бета и t равно 0. При k равно плюс-минус 2 получается то, что надо. А при всех остальных k, там, например, бета квадрат плюс 3 бета t плюс t квадрат равно 0, уже не будет решаться в целых числах и вообще в рациональных не будет. Так, какие еще решения были предложены в комментариях? Весьма, должен сказать, симпатичные. Одно из них такое. Одно из них утверждает. Тут опять все вокруг вот этого равенства, которое я вывел и в своем решении тоже, которое изложено во втором ролике. Все вокруг этого равенства крутится. У меня начиналось с того, что бета умножить на бета плюс kt делится на t квадрат. Здесь написано то же самое, но оно равно, там, минус t квадрат. Это одно и то же, потому что, потому что на самом деле, если бета на бета плюс kt делится на t квадрат, равно, там, гамма на t квадрат, то я могу, на самом деле, лишние все t квадрат, кроме минус единицы, засунуть в эту скобку, просто прибавить коэффициент k, и все, и получится все равно та же самая форма записи условия, что произведение для некоторых трех чисел верно, что бета умножить на бета плюс kt равно минус t квадрат. Это то же самое, что для некоторых трех чисел будет верно, что бета умножить на бета плюс kt делится на t квадрат после соответствующей замены, вглядываясь в них, да, бета на бета плюс kt плюс, там, гамма плюс 1t тоже на t, то есть k плюс гамма плюс 1t умножить на t будет равно минус t квадрат. Вот. Ну или со знаком минус. Ну, в этом суть вот в этом. И, в принципе, следующее решение, которое я покажу, оно продолжает мою идею, но более простым образом. А именно мы берем и доказываем, вот из этого равенства доказываем, что бета равно плюс минус t. То есть вот у меня есть просто целочисленное некоторое уравнение, и сейчас мы из этого выводим, что бета равно плюс минус t. Как? Предположим, противное. Тогда что значит? Что значит, что б не равно плюс минус t? Это значит, что существует простое, входящее в разных степенях бета и в t. То есть та же самая идея. Если числа не равны друг другу точно до плюс минус, то существует простое такое, что бета равно p в степени x, а t равно p в степени y. И x не равно y. Но тогда, подставляя сюда, мы получаем, что здесь p в степени 2x умножить на что-то, не делящееся на p. Здесь, соответственно, k умножается на p в степени x плюс y на что-то, не важно, делящееся на p. Вот это не делится на p. Будем считать, что x меньше y для простоты, ну это, в смысле, для асимметричности. Плюс p в степени 2y умножить на что-то, тоже не важно, на q. Вот, и вот это равно нулю. Ну и видно, что вот эта вот степень, она меньше, чем и это, и это в строгом смысле слова. Поэтому после сокращения на p в степени 2x, вот это все вместе на p делится, а это на p не делится. И мы получаем противоречие. Ну такая как бы квинтэссенция моего решения в одну строчку. То есть это то же самое, что у меня, но в одну строчку. А вот теперь вы увидите реальную красоту. Совершенно другое решение. Совершенно другое решение с гениальнейшей идеей. Вот, значит. Ну я тоже до конца его не доведу, я просто идею накинул. Вот это решение действительно прям мне очень понравилось. Итак, смотрите. p от а минус p от b делится на а минус b. Это теорема без у, это мы уже обсуждали. О, ну тогда p от а минус p от b в квадрате делится на а минус b в квадрате. Безусловно, да? Но тогда p от а плюс p от b в квадрате. равно p от а минус p от b в квадрате. Плюс 4p от а минус b в квадрате. А p от а минус b в квадрате. По условию, потому что оно ему равно со знаком минус. Значит, это тоже делится на а минус b в квадрате. Ну вот если, так сказать, неверно, что вот это, да, вот это вот. Вот это неверно. 4 делится, не делится на 6. 9 не делится на 6. 4х9 делится на 6 квадрат. Даже вот так. Вот. Это неверно. Но верно, что если квадрат делится на квадрат, то и число делится на число. Это связано там с рациональностью корней. Ну, в общем, отсюда следует, что p от а плюс b от b на самом деле делится на а минус b. Ну, а p от а минус p от b тоже делится на а минус b. И поэтому там либо сразу p от а делится на а минус b. Значит, и p от b тоже делится на а минус b, беря разность и сумму. Либо, либо, либо так. Либо, либо, если мы не можем сделать этот вывод, то тогда а минус b должно быть четным. То есть, если оно нечетное, то сразу, потому что мы суммируем эти два равенства. Получаем, что дважды p от а делится на а минус b. И вычитая, получаем, что дважды p от b делится на а минус b. И при несчетном а минус b мы уже получили все, что надо, потому что если и это, и это делится на а-б, то здесь написано а-б умножить на а-б умножить на какие-то два целых числа, равно минус а-б в квадрате, сокращаем и получаем, что они противоположны. Ну а если четное, то упражнение тоже в одну строчку там все доводится до конца. То есть если а-б четное, то это тоже фактически в конце концов мы получаем все равно, что они оба должны делиться, и после сокращения мы получаем то, что надо. Вот это вот очень красиво, решение вот это вот могло иметься в виду, если бы его действительно как бы вот это решение имели в виду, то да, эта задача становится уже не такой уж сложной. Ну да, наверное, я бы сказал так, это придумать можно. Ну так, чуть-чуть подумаем. Вообще-то задача давалась на неделю на дом, поэтому на месяц, но там первую неделю давали на свет, а потом в следующей неделе другая тема, в следующей неделе другая, но можно было дарешивать. Да, ну да, то есть в принципе, да, дальше, конечно, интернет, помощь и так далее. То есть скорее удивительно, почему третья задача такая простая, а не почему первая оказалась такой сложной. Ну вот, собственно, спасибо всем, кто участвовал в этом математическом баттле. Спасибо всем комментаторам. Всем отпусть привет. Спасибо. Спасибо.